всем привет это видео решил записать потому что у многих возникает проблема с загрузчиком то есть например у вас установлено две системы на одном компьютере это windows и linux вы решили переустановить windows и после переустановки системы перестал запускаться загрузчик grab и загружается только windows так вот сегодня поясню почему так происходит расскажу что такое mbr и покажу четыре способа как восстановить загрузчик grab 2 в различных дистрибутивах linux на компьютерах с bios но начну с того что такое mbr когда включается компьютер с bios инициализируется базовая система ввода вывода затем bio загружает в память содержимое первого сектора первого жесткого диска и выполняет код этого сектора и такой специальный сектор называется mbr от английских слов master boot record то есть главная загрузочная запись и он находится в начале жесткого диска размер этого сектора в котором находится mbr всего 512 байт 446 из них выделено для исполняемого кода запускающего загрузчик если были установлены windows и linux то после переустановки windows загрузчик grab 2 не запускается потому что mbr перезаписывается так как на жестком диске может быть только одна главная загрузочная запись что касается остальных 66 байт то 64 из них используется для таблицы разделов для описания каждого раздела нужно 16 байт кстати если поделить 64 на 16 равно 4 и вот поэтому primary разделов то есть первичных разделов можно создавать только 4 и у тех у кого возникал вопрос почему можно создавать только 4 первичных раздела то вот собственно ответ остальные два байта нужны для специальной сигнатуры теперь покажу один из способов восстановления загрузчика grab 2 для начала нужно будет сделать загрузочную флешку с каким-нибудь лайф дистрибутивом это может быть например linux mint opensuse fedora и так далее я буду делать загрузочную флешку с ubuntu так как это наиболее популярный всем известный дистрибутив после того как сделать и загрузочную флешку загружайте с нее вот я загрузился с ubuntu чтобы мне перейти в лайф режим я нажимаю try ubuntu затем я открою терминал веду sudo su чтобы в дальнейшем выполнять команды отправ рута то есть отправ администратора перед тем как восстанавливать загрузчик grab 2 нужно определиться какой раздел является системным то есть корневым если вы не помните какой раздел у вас является корневым то определить это можно с помощью программ ls plk blk id и с помощью программы f disk с опцией l как вы видите программа ls blk показывает все разделы в колонке сайз можно видеть сколько выделено места под каждый раздел и уже по размеру раздела можно определиться какой раздел является корневым если вам этой информации недостаточно то с помощью программы blk id можно определить тип файловой системы у раздела вот например sda 1 то есть первый раздел видим файловой системы ntfs и логично предположить что этот раздел под windows далее второй раздел видим файловой системы x2 под него выделено 100 мегабайт и также логично предположить что это раздел boot то есть загрузочный раздел третий раздел тип своп то есть раздел подкачки далее с помощью программы f disk можно определить что раздел sda 4 то есть 4 раздел это расширенный раздел так как тип этого раздела extended и также с помощью программы f disk по типу раздела вы можете определить какой раздел у вас является корневым но и остается два раздела это sda 5 и sda 6 и в моем случае логично предположить что раздел sda 5 является корневым после того как вы определились какой раздел у вас является системным то есть корневым теперь его нужно смонтировать для этого вводим команду mount указываем этот корневой раздел и затем указываем директорию в которую будем монтировать этот раздел как временную точку монтирования я буду использовать директорию мнт если вы не уверены в том что вы смонтировали именно корневой раздел то все это можно проверить вводите команду ls вводите название той директории в которую монтировали раздел и вот видим содержимое раздела sda 5 то есть в моем случае у меня все нормально смонтировано теперь нужно будет примонтировать директорию dev для этого вводим mount указываем опцию bind указан директорию dev mnt и dev большинство файлов которые находятся в директории dev создаются при загрузке системы то есть когда система загружается определяется устройство и создаются файлы этих устройств соответственно вот в этой вот директории dev которая находится в директории mnt большинства файлов нету и поэтому нужно было с помощью опции bind примонтировать вот эту вот директорию dev чтобы содержимое этих директорий было одинаковым и точно также нужно примонтировать директорию pros и sys директории pros и sys нужно было примонтировать к вот этим вот под директориям pros и sys который находится в директории mnt потому что обе эти директории подключаются к файловой системе при загрузке системы и соответственно до этого вот эти обе директории они были пустыми но теперь содержимое этих директорий одинаковое теперь нужно выполнить команду chroot изменить корень то есть сделать директорию mnt корнем для тех кому не совсем понятно что значит изменить корень то объясняю что сейчас данный момент мы находимся в корневом разделе самой флешки но если вы конечно же загружались флешки с помощью команды chroot мы изменим корень то есть мы будем находиться в корневом разделе самого жесткого диска то есть вот в этом вот разделе sd5 как вы наверняка знаете загрузчик grab находится в директории boot если вы точно так же как и я выносили директорию boot в отдельный раздел то нужно этот раздел смонтировать вводим mount указываем раздел моем случае это sd2 и directory boot далее вводим команду grab install и указываем жесткий диск во время выполнения вот этой вот команды grab 2 прописывает свой код в mbr точнее перезаписывают предыдущую запись и поэтому обратите внимание что вот здесь указывается именно жесткий диск они раздел как я говорю в начале видео потому что mbr находится в начале жесткого диска еще такой момент если вы будете восстанавливать загрузчик grab 2 в таких дистрибутивах как opens use fedora и тому подобных дистрибутивах то вот здесь после grab нужно поставить цифру 2 но так как я восстанавливаю загрузчик в бунту поэтому мне эту цифру 2 не нужно ставить вот видим написано что установка завершена и нет никаких ошибок то есть все нормально далее нужно будет обновить конфигурацию загрузчика grab 2 то есть заново создать файл grab cfg чтобы это сделать нужно выполнить команду апдейт grab и вот видим заново генерируется файл grab cfg еще можно обновить конфигурацию grab с помощью команды grab mk конфиг указывая путь к файлу grab cfg в таких дистрибутивах как debian ubuntu linux mint и тому подобных дистрибутивах команды апдейт grab и grab mk конфиг нормально выполнятся и очевидно что в этих дистрибутивах удобнее использовать команду апдейт grab для обновления конфигурации загрузчика но есть такие дистрибутивы где команда апдейт grab не выполнится и будет написано что эта команда не найдено и вот в этих дистрибутивах нужно использовать команду grab mk конфиг и еще такой момент если вы будете обновлять конфигурацию в таких дистрибутивах как opensuse fedora и тому подобных дистрибутивах то вот здесь после grab нужно поставить цифру 2 и в указании пути тоже нужно поставить цифру 2 то есть директория называется не grab grab 2 при выполнении команд апдейт grab и grab mk конфиг также проверяется конфигурация на наличие ошибок то есть если создание конфигурационного файла grab cfg прошло успешно то в консоли вы увидите примерно вот такие вот строчки то есть вот видим было найдено ядро был найден файл и нет реди то есть и не шоу рам диск также видим мем тест и была обнаружена windows 8 все загрузчик раб 2 восстановлен конфигурация обновилась теперь нужно ввести команду exit либо нажать на горячий клавиши control-d теперь нужно отмонтировать все то что мы до этого смонтировали то есть указан команду amount вводим директорию мнт-dev затем отмонтируем директорию pros директорию sys директорию boot и саму директорию мнт затем вводим reboot и перезагружаемся вот видим появилась таблица grab то есть загрузчик восстановлен все нормально теперь можно загружаться по-прежнему как с убунту так и с windows 8 теперь я загружусь с убунту и покажу еще один способ как можно восстановить загрузчик grab 2 вот и загрузился с убунту теперь опять открою терминал и рассмотрим второй способ как восстановить загрузчик grab 2 восстановить загрузчик можно используя backup мбр то есть резервную копию мбр сделать backup можно с помощью программы гиде то есть вводите суду потому что программа диде требует прав рута то есть прав администратора далее вводите if это input файл то есть откуда будем считывать информацию указывайте жесткий диск далее вводите of это output файл то есть куда записываем считанную информацию и указывайте путь к файлу в котором будет храниться backup мбр но в моем случае это файл мбр backup имя файла вы можете указать вообще любое и вот с помощью символа тильда я указал что файл создастся в домашней директории пользователя далее без это блок сайс то есть размер блока и указана здесь цифра 512 потому что еще раз повторюсь размер мбр 512 байт каунт это количество записей то есть сколько раз сначала диска будет считано по 512 байт то есть если вот здесь бы стояла вместо цифры 1 цифра 2 то было бы считано два раза по 512 байт то есть 1024 байта и все это было бы записано в файл мбр backup и проверяем чтобы файл мбр backup создался домашней директории пользователя вот видим файл создался то есть все нормально вообще в нашем случае достаточно было бы сделать backup 446 байт потому что еще раз повторюсь исполняемый код загрузчика занимает 446 байт но в некоторых случаях иногда вполне возможно что grab 2 может не грузиться из-за испорчены таблицы разделов поэтому на всякий случай лучше указать 512 байт то есть полностью сделать backup мбр а уже потом при восстановлении мбр можно указать то сколько нужно восстановить байт и желательно хранить backup мбр где-нибудь на флешке или на внешнем жестком диске и так далее но в нашем случае можно хранить backup и в домашней директории пользователя предположим что я переустановил windows и загрузчик grab 2 не запускается и чтобы мне восстановить загрузчик используя резервную копию мбр нужно загрузиться с любого live дистрибутива вот я загрузился с ubuntu опять нажимаю try ubuntu затем я открою терминал и перед тем как восстанавливать мбр нужно смонтировать тот раздел где находится резервная копия мбр так как я директорию home выносил в отдельный раздел и в моем случае это раздел sda6 вводим sudo команду mount указываем раздел и директорию мнт если бэкап мбр находится где-нибудь на флешке то соответственно вам нужно смонтировать раздел самой флешки посмотреть как называется раздел вы можете опять же с помощью утилиты lsblk после того как смонтируете раздел на котором находится резервная копия вводите в консоли примерно то же самое когда делали бэкап то есть вводите sudo затем команду диди указывайте путь к файлу бербэкап и куда нужно записать данные то есть указывайте жесткий диск обратите внимание что вот здесь указал 446 байт потому что еще раз повторюсь в нашем случае достаточно восстановить только исполняемый код загрузчика и сейчас после выполнения вот этой вот командной строки в начале жесткого диска перезапишутся 446 байт и восстановится код загрузчика все код загрузчика восстановлен теперь нужно от монтировать раздел который до этого смонтировали то есть вводим команду amount не забываем дописывать sudo потому что команда amount требует прав рута то есть прав администратора и указываем раздел который монтировали ранее теперь если перезагрузиться появится таблица grab и можно будет спокойно загрузиться с ubuntu но чтобы операционная система windows нормально загружалась нужно обязательно обновить конфигурацию grab это можно было сделать и сейчас но как и в первом способе пришлось бы примонтировать директоре df pros и так далее поэтому легче перезагрузиться загрузиться с ubuntu и уже потом обновить конфигурацию то есть сейчас вводим sudo reboot и перезагружаемся вот появилась таблица grab сейчас я загружусь subuntu и затем обновлю конфигурацию grab вот я загрузился теперь открою терминал в виду sudo и update grab все загрузчик восстановлен и как вы видите конфигурация обновилась и теперь можно по-прежнему загружаться с linux из windows на мой взгляд второй способ он немного проще чем первый то есть если вы заранее перед переустановка windows сделали backup mbr и сохранили его например в домашней директории пользователя то потом всегда можете восстановить mbr выполнив всего четыре команды ну не считая конечно же команды reboot который нужно для перезагрузки системы в общем всего-навсего нужно смонтировать тот раздел где находится файл с backup mbr затем перезаписать код загрузчика отмонтировать ранее смонтированный раздел перезагрузиться и обновить конфигурацию grab далее покажу третий способ на мой взгляд он самый простой и сейчас опять предположим что я переустановил windows и мне не появляется таблица grab и мне нужно восстановить загрузчик grab 2 для этого мне нужно будет опять же перезагрузиться и загрузиться с live usb вот и опять в третий раз загрузился с ubuntu и опять нажимаю try ubuntu затем открою терминал теперь нужно будет смонтировать корневой раздел для этого вводим sudo mount указываем корневой раздел если вы выносили директорию boot в отдельный раздел то этот раздел тоже нужно смонтировать в моем случае это раздел sd2 далее вводим sudo grab install теперь нужно будет указать корневую директорию сделать это можно с помощью опции root directory затем указываем директорию mnt и указываем жесткий диск вот видим установка загрузчика завершена нет никаких ошибок то есть все нормально теперь нужно будет отмонтировать те разделы которые мы смонтировали то есть вводим команду sudo amount и сначала нужно будет отмонтировать раздел boot затем корневой раздел все загрузчик grab 2 восстановлено если сейчас перезагрузиться появится таблица grab и можно будет спокойно загрузиться с ubuntu но чтобы загрузиться с операционной системы windows нужно обновить конфигурацию grab это можно было бы сделать и сейчас но пришлось бы примонтировать директории dev pros и так далее поэтому легче перезагрузиться выбрать в таблице grab загрузку subuntu и уже потом обновить конфигурацию grab то есть сейчас я веду sudo reboot и перезагружусь вот появилась таблица grab сейчас я загружусь subuntu и обновлю конфигурацию grab открою терминал затем веду sudo update grab все конфигурация обновилась теперь по прежнему можно загружаться как с linux так и с windows далее рассмотрим четвертый способ еще бывает такая ситуация что вроде бы grab 2 запустился но после выбора linux изменю grab саму операционную систему запустить не получается или бывает так что у некоторых пользователей перед загрузкой системы таблица grab вообще не появляется а сразу появляется консоль grab скорее всего это означает что какие-то проблемы либо с файлом grab cfg но это в принципе логично предположить так как с помощью этого файла таблицы отображается либо таблица grab не отображается по каким-то другим причинам и несмотря на все эти проблемы как правило в большинстве случаев команды из консоли grab и нужные модули все это доступно и поэтому без проблем можно прямо из консоли вручную загрузить операционную систему и восстановить grab 2 не используя live юсби и сейчас я перезагружусь и покажу как это сделать то есть сведу sudo reboot вот загрузилась таблица grab и предположим что я не могу загрузиться с ubuntu и чтобы мне перейти в консоль grab нужно нажать клавишу си и вот я в консоли grab показывать я буду два варианта загрузки то есть первый вариант это если у вас директория boot находится в корневом разделе и второй вариант это если содержимое директории boot находится в отдельном разделе для начала нужно определить какой раздел является корневым и сделать это можно с помощью команд ls и переменной root вводим ls и вот видим отображаются разделы и жесткий диск hd 0 это жесткий диск и как вы видите нумерация жестких дисков начинается с нуля hd 0 ms dos 1 это раздел и нумерация разделов начинается с единицы теперь нужно будет переменной root присвоить значение чтобы это сделать вводим set root и значение ей присвою hd 0 , 1 теперь вводим команду ls и слэш и вот видим отображается содержимое первого раздела и по названию директории мы можем понять что это раздел под windows далее переменной root присвою значение hd 0 , 2 введу опять ls слэш и по именам директории мы видим что этот раздел является системным то есть корневым если вы не помните какой раздел у вас является корневым то вот таким вот образом наугад определяете нужный вам раздел далее вводим команду linux ставим слэш вводим две буквы в м нажимаем на tab и название само допишется в большинстве дистрибутивов в корне находится вот этот вот файл в m linux который является ссылкой и указывает на новейшую версию ядра если в вашем случае это не так то нужно точно задать местоположение ядра то есть указать директорию бот вот таким вот образом но так как у меня этот файл есть в корне поэтому я укажу файл в m linux далее нужно будет указать параметры ядра вводим root и указываем корневой раздел обратите внимание что до символа присваивания то есть символа равно и после символа равно не должно быть никаких пробелов если вам необходимо еще указать какой-то параметр ядра то оставите пробел и указывайте этот параметр в нашем случае достаточно указать только параметры root далее вводим команду initrd затем указываем имя файла также как и файл vm linux вот этот файл initrd в большинстве дистрибутивов находится в корне и является ссылкой на файл initrd который находится в директории будет если же вот этого файла у вас нету в корне то соответственно указывайте директорию бут и указывайте файл initrd далее вводим команду boot и вот пошла загрузка системы теперь открою терминал и выполнил две команды это grab install и update grab все загрузчик grab 2 восстановлен конфигурация обновилась и вот если у вас из таблицы grab не загружается linux то вот таким вот образом из-за консоли grab можно загрузиться с linux и восстановить загрузчик grab 2 теперь я перезагружусь и покажу второй вариант загрузки то есть как загрузиться с linux из-за консоли grab если содержимое директории boot вынесено в отдельный раздел вот и опять в консоли grab теперь веду команду ls вот видим разделы в моем случае второй раздел это раздел boot и пятый раздел это корневой раздел теперь я присвою переменной root значение hd 0,2 то есть укажу раздел boot затем веду команду linux выберу ядро укажу параметр ядра и вот здесь обратите внимание что я указываю корневой раздел то есть раздел sd5 далее веду команду initrd и укажу файл initrd в общем если вы вынесли директорию boot в отдельный раздел то чтобы загрузиться из консоли grab вам нужно в переменной root указать раздел boot и в параметре ядра указать корневой раздел теперь я веду команду boot и вот пошла загрузка теперь подводя итог хочу сказать что если вы будете восстанавливать загрузчик grab 2 после переустановки windows то можете использовать любой из первых трех способов который будет для вас самым простым и удобным если по каким-то причинам linux не загружается из таблицы grab или не появляется сама таблица то можете использовать либо четвертый способ то есть загрузиться с linux из консоли grab и восстановить загрузчик либо использовать первый способ то есть восстановить grab загрузившись с live usb кстати используя второй способ как вы уже поняли восстанавливая mbr можно не только восстановить исполняемый код загрузчика но и таблицу разделов если с ней что-то случится но на этом все спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео